Друзья, здравствуйте. Выпуск этого видео занимал немного больше времени. На это были причины, но уже настало время отправиться в путь. На этот раз мы поедем дальше от Алани и посетим три античных города Сиедра, Селинус и Антиохия от Крагум. Все они связаны с пиратами Кликий. Почему их так называли? Дело в том, что после Алани начинаются земли, которые раньше назывались как Киликия, а появление тут пиратов связано с переходным периодом в истории Анатолии, когда образовался вакуум власти. После смерти Александра Македонского земли, завоеванные им, были разделены между его командирами. Этот раздел происходил не всегда мирным путем. Земли Кликий были отданы государству селевкидов. Пока происходили эти события, на севере Анатолии возвышалось новое понтийское государство, которое при поддержке других анатолийских народов пыталось держаться против сильных врагов в лице селевкидов и Римской империи. Побережья Киликий отличаются со своими высокими берегами, которые поднимаются вверх сразу с моря, и хорошо защищенными бухтами. Эти места, естественно, стали убежищем пиратов, которые занимались своими обычными делами. Грабежи, работорговля и т.д. Эти пираты часто сотрудничали с понтийским государством в борьбе против Римской империи. Иначе говоря, они были наемными воинами в армии понтийского государства. Почти все античные города на побережье Средиземного моря стали пристанищем пиратов, начиная от Олимпуса на западе, включая Аланьи, и те города, которые мы сегодня посетим. Эпоха пиратов Киликий подошла к концу усилиями Римской империи, которая методично и медленно завоевывала все пиратские города Киликий. В 66 году до н.э. в регионе почти не остались никаких пиратов, но они оставили значимый след по истории. Создавали сильные города, которые долго держали власть в своих руках. Было дело, что пираты даже захватили будущего императора Римской империи Юлия Цезаря. Наша поездка, как всегда, начинается у Центрального офиса Палаты Гидов. Время отправления 7 часов утра. Председатель Палаты Мустафа рассказывает об археологических раскопках в Турции, которые последние декады заметно активизировались. Раньше такие раскопки руководились зарубежными учеными. Теперь во многих раскопках работ ведутся турецким учеными. А там, где еще работают зарубежные археологи, назначаются турецкие археологи-координаторы. Оставляя земли Памфилий, мы двигаемся вглубь Килики. Гид и кандидат на доктора Эрен Начак рассказывает о пиратах в Килики. Уезжаем в Аланию. На этот раз не будем останавливаться, ибо наша цель – античный город Сьедра, который находится дальше от Алании. Проезжая Алания, мы вспоминаем, чем славится она. Конечно, прежде всего, это бананы. Сорт бананы, свойственная Алания, получил географический знак в 2022 году. Они были четвертыми по счету. Первым был авокадо. На втором месте суп гюлли-клю. А на третьем месте – мушмула. Все они имеют географические знаки, то есть, место происхождения этих продуктов официально фиксируется и признается. Добро пожаловать в край, где некогда правили настоящие пираты – пираты Килики. В античном городе Сьедра идут раскопки, и он пока еще не знаком многим. Сьедра находится на высоте 400 метров над уровнем моря, и подъем в город напоминает полет на самолете. Подъем на автобусе был трудным заданием для нашего водителя Эрдема. Он показал высокий профессионализм и на подъеме, и во время спуска. Так что ему отдельная благодарность. Вокруг одни плантации известного алланийского банана. В пути мы замечаем специальную канатную дорожку для прокуратурок банана. Шутливо называем ее банановой канатной дорогой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наконец, мы и на месте. Но еще будем пешком подняться. Преимущество таких поездок в составе гидов в том, что везде нас встречают руководители раскопок, и мы слушаем самую свежую информацию, как говорится, от первых лиц. Доцент-доктор, руководитель раскопок в Сиедре Эртук Эргюрер рассказывает, как они обустраивают маршруты, чтобы люди могли удобно гулять в городе. Планируется строительство кафе, общественного туалета, более выместительные автостоянки. Эртем Эргюрер тут рассказывает о месте источника, который берет свое начало далеко в высоких горах. Вода собирается в больших цистернах и подается в город. Это остатки старой базилики, которая во время византийской эпохи использовалась как церковь. Краски на стенах где-то сохранились удивительным образом. А этот грот в турецкой манере называют гротом крещения, ибо здесь сохранился алтарь с пресками и источником воды. До верхнего города надо еще подняться на древних лестницах, которые были освобождены от земного плена недавно. На определенном месте открывается великолепный вид на Алань. Главная улица с колоннадой тоже недавно была восстановлена. Все колонны валялись повсюду после землетрясения. Я приятно был удивлен, что почти все туристы, с которыми там встречались, были русскоязычными. Съедры проводили соревнования по вольной борьбе и другим видам спорта. На главной улице много таких надписей, где хвалятся достижения спортсмена. А в этом блоке есть рецепт священников от Клареса, как защититься от пиратов. Этот своеобразный рецепт примерно звучит так. Надо изготовить скульптуру бога войны Ариаса на цепях. Цепи будет держать на руках Гермес. А скульптура богини Ника, которую поставят напротив, будет судить Ариаса. В Съедре было найдено важное стело с письмом от римского императора Септимио Севера, где он хвалил жителей Съедра за героизм и стойкость. Этот монумент сейчас выставлен в музее Аланьи. На видео поездки в Аланию я об этом говорил. Участники раскопов в Съедре гордятся своей находкой. Еще одна находка была саркофаг, который тоже находится теперь в музее. Помните? Если нет, посмотрите видео о поездке в Аланию. Еще одна гордость участников раскопок – это мозаичный пол в Ане. Хоть немного потрепанный, но на полу можно увидеть великолепные картины из жизни пиратля, как он выполнял 12 заданий. Символ свастики в трехмерном исполнении особенно мне понравился. Как все знаем, свастика – древний символ круговорота жизни и солнца. Как уже говорил, в Съедре раскопки еще продолжаются. В общем, этот античный город мне понравился. И я сюда еще вернусь. До свидания, Съедра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова На обратном пути некая отвесная скала мешала нашему автобусу проехать. Пока наш водитель ловко и спокойно маневрировал, многие были в панике и кричали, что автобус вот-вот врыжется в скалу. Но все обошлось благодаря мастерству водителя Ардема. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжается наше путешествие. Следующий пункт пути – это уезд Анталии-Кази-Паша. Перед тем, как ехать в следующий античный город – Сейлинус, мы посещаем ботанический сад муниципалитета Аркази-Паша и делаем остановку на обед. Стоя на берегу, я смотрел на мыс, где и находится таинственный город Сейлинус. Там пока археологические раскопки не начались, поэтому об этом городе информация есть только в тисленных источниках. Сейлинус тоже прошел все этапы развития, как и другие античные города региона. Его история начинается с VI века до н.э. Сейлинус. Сейлинус. Продолжение следует... Здесь, в 117 году н.э. умер император Троян. Город после этого назывался как Троянополис. Здесь же его место занимал новый император Адриан. Среди руин можно увидеть своеобразный мавзолей в честь Трояна. От него остался только постамент. Прах императора после кремации был доставлен в Рим. Но, по обычаю, здесь был построен этот символический мавзолей, который позже использовали сальчуками, как охотничьей резиденции. Определено место церкви на имя Святой Текли. Но, как уже сказал, пока еще не начат раскопки. Отметим, что когда Троян умер в Селинусе, Римская империя была на своем пике. Новый император Адриан продолжил успехи Трояна. Здесь растет желтый клевер. Мне думается, возможно, предки этого клевера были свидетелями этих событий. О Селинусе мы слушали рассказ от дряхтрисы археологического музея Воланья. Она тут говорит о границах Памфилии и Кликии, которые по-разному обозначаются в разных источниках. Римская империя Покидая загадочный город Селинус, мы направляемся в конечную точку нашего путешествия. Последний пункт в нашем пути – это античный город Антиохия от Кракум. Город был основан в или мистическую эпоху, в 177 году до н.э. В XII веке город выходил в состав государства Малой Армении. Позже попал в руки рыцарей госпитальеров. Антиохия от Кракум был важным центром православия. Начиная с Первого Вселенского собора в 325 году, епископы из Антиохии от Кракум поднимали участие в обсуждении религиозных доктрин православия. Субтитры создавал DimaTorzok Активные археологические раскопки. Об этих работах рассказывает помощница руководителя раскопок. Субтитры создавал DimaTorzok Мозаика на полу в бане является одной из самых больших, которая осталась из римской эпохи. Хорошо сохранились латрина, то есть общественный туалет и миниатюрный зал к заседанию. Добавил субтитры создавал DimaTorzok В конце осмотра снимаем фотографию нашей группы. Добавил субтитры создавал DimaTorzok В конце видео по обычаю моя племянница Добавил субтитры создавал DimaTorzok Внизу есть вот такая бухта. Ее называют бухтой королей. Из-за нехватки времени туда и спускались. Фотография взятая из интернета. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok